Татарстан Тупругу посла Франции удивляли казанские школьники. Госпожа Катринда Голиня-Асти побывала с образовательной миссией в 33-й столичной школе с углубленным изучением иностранных языков. Она познакомилась с уникальными проектами, что реализует учебное заведение. Например, из этого интерактивного класса можно связываться со сверстниками с разных стран мира. Экскурсию на чистом французском госпожа Голиня-Асти провела директор школы, а ученики с удовольствием продемонстрировали гостям свои знания о европейской стране. Общение также шло исключительно на французском языке. В перспективе здесь возможен запуск проекта билингвальной школе. Помимо изучения французского языка с первого класса, он предполагает преподавание на иностранном некоторых предметах с последующей стажировкой старшеклассников за рубежом. В рамках пребывания французской делегации в Татарстане гостей сопровождали депутаты Государственной Думы. После официальной встречи посла Франции в России с президентом республики и мероприятие в Торгово-промышленной палате прошло заседание круглого стола на тему расширения сотрудничества между Французской республикой и Татарстаном в области развития государственно-частного партнерства. В рамках двустороннего форума депутат Государственной Думы Радик Ильясов отметил, что государственно-частное партнерство представляет собой разумную альтернативу приватизации объектов государственной собственности. При этом не государство подключается к проектам бизнеса, а наоборот приглашает частных инвесторов на разумно-льготных условиях принять участие в реализации социальных и общественно значимых инфраструктурных проектов. Радик Ильясов пригласил участников круглого стола принять заинтересованное участие в работе по внесению поправок в федеральный законопроект. В Казани с рабочим визитом также побывал глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Регион заинтересован в изучении опыта нашей республики в сфере IT-технологий, поддержки предпринимательства, развития сельского хозяйства. Об этом глава региона Юнусбек Евкуров заявил президенту Татарстана Рустаму Миниханову. Необходимо увеличить товарооборот. В завершении встречи подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. В сопровождении премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова он также посетил деревню-универсиады и сделал запись в книге почетных гостей. Импровизированную экскурсию по Болгару-Свияжску на макетах и фотографиях провел гостям из Ингушетии государственный советник республики Ментимир Шаймиев. Они выразили приятное удивление тому, с каким энтузиазмом подходят к сохранению наследия в Татарстане. Мы нуждаемся не только в развитии экономических отношений, но и в культурном обмене и сотрудничестве в гуманитарных сферах. Об этом заявил на встрече Смирали Акшенер президент Татарстана Рустам Миниханов. В ходе диалога речь шла о развитии отношений двух республик. Турецкие гости всегда интересовало то, как развивается Татарстан. Один из новых глобальных проектов в виде спикера парламента Турции презентовал Ментимир Шаймиев. Государственный советник республики поведал о фонде возрождения. Он подробно рассказал о том, какие работы сейчас ведутся в городе Болгар и на острове Градзе Свияжск. По словам госпожи Мирали Акшенер, эти объекты интересны не только как история татарского народа, а как наследие общей тюркской культуры. А сейчас появились прекрасные возможности. Мы этим должны воспользоваться, возрождать и концептуально рассматривать условия бездавления какой-либо одной идеологии нашу историю. Это очень важный момент, потому что мы обязаны перед нашими народами. В галерее Манеж Казанского Кремля торжественно открыли выставку национального турецкого искусства. «Скрытая сокровищница» — это экспонаты известных мастеров Турецкой Республики. Образцы исламской каллиграфии, рисунки на воде и позолоченные книги. Всего из Стамбула привезли около сотни экспонатов. «Скрытые сокровищницы» перевели название этой выставки. «Скрытые, но не закрытые». Они доступны не только для людей из Турции, для жителей Турции, но и сегодня стали возможными для ознакомления граждан, живущих в нашей республике. Парламентская делегация Турции в ходе визита не могла не пустить своих коллег. Народных избранников Татарстана гостей провели по залам парламентского центра, показали музей. Председатель госсовета Фарид Мухаммедшин детально рассказал об устройстве и работе Государственного совета, о партиях, о взаимодействии с муниципалитетами. Больше всего вице-спикера Великого национального собрания Турции заинтересовало объединение женщин-депутатов. Мерхамед Милосердия. Такое же она намерена предложить создать и у себя на родине. Вечером госпожа Акшенера и Фарид Мухаммедшин побывали в Доме дружбы народов. Там прошел концерт музыкантов хора классической турецкой музыки при президенте Турции. Хор был создан в 1975 году для распространения традиционного национального искусства. Уже четвертые десятилетия ансамбль гастролирует по Америке, Европе, Азии, странам Средиземноморья и Дальнего Востока. За год работы коллектив выпустил более 50 альбомов, в том числе специально для архива ЮНЕСКО. В Доме дружбы народов послушать национальные мотивы пришли представители турецкой диаспоры и поклонники народного творчества этой страны. Вице-спикер Великого национального собрания Турции, председатель парламента Татарстана, приветствовали гостей и пожелали дальнейшего укрепления культурных связей. И я думаю, это те шаги, которые и дальше будут укреплять наши культурные взаимоотношения, наши исторически традиционные отношения в образовательной системе. И я премного благодарен вам за этот визит. Ну а сегодня есть приятная возможность окунуться в музыку. Турецкие концерты, они всегда выделяются. Наш казанский, татарстанский зритель очень любит эту культуру. И на турецкие мероприятия мы всегда собираем полные залы. И сегодня турецкая сторона тоже привезла замечательный концерт. Это живые инструменты, живая музыка. И еще за час до начала концерта зал уже заполняется. В последнее время на поездки в Казань Любовь Аюпова реагирует болезненно. Но инвалид второй группы вынужден обращаться к столичным онкологам. Четыре года женщина курсирует между городами. После того, как государство перестало оплачивать проезд, пенсионерка стала реже выезжать. Это полтретьего я отъезжаю от своей остановки. Туда приедешь, там тоже нелегко. Там час-полтора стоишь в очереди в регистратуру, пока это обследование проходишь. А там народу очень много. Это со всего Татарстана. В три часа дня автобус наш идет назад в Нижнекамск. Вот охота успеть. Постановлением Кабинета министров с 1 января 2012-го возмещение расходов за проезд в республиканские медучреждения не предусмотрено. Средства продолжают выделять только тем, кто посещает федеральные клиники и научно-исследовательские центры по направлению Минздрава. Предполагается, что в 2013-м компенсировать расходы онкобольных на проезд будет Минсоцзащитой. После принятия закона будет еще принято постановление Кабинета министров, который, соответственно, определит тот орган, который будет этим заниматься. Но предварительно это будет наше министерство. Компенсировать будем, исходя из доходов, то есть гражданам, среднедушевой доход которых не превышает двух прожиточных минимумов. Вопросы адресной социальной поддержки населения рассмотрят в Госсовете в апреле. По словам заместителя министра Натальи Бутаевой, вернуть прежние госгарантии получится не раньше лета, из-за согласования и выхода нормативных актов. Как заработает схема возврата средств, рецепт пока не выписан. В то же время татарстанским онкобольным советуют хранить при себе билеты и другие документы, подтверждающие факт проезда к местам оказания медицинской помощи. Не бывает недели, чтобы в Государственной Думе не прошли заседания рабочих групп, комиссии или тематические парламентские слушания. В режиме так называемого нулевого чтения депутаты, чиновники и представители отраслевых министерств рассматривают положительные примеры регионов с тем, чтобы лучшие мысли оформить в виде поправок к федеральным законам. Опыт татарстана всегда кстати. 2013 объявлен в республике годом экологической культуры и охраны окружающей среды. Недавнее выступление главы Минэкологии Татарстана в стенах Нижней палаты федерального собрания многие депутаты от регионов взяли на заметку. Некоторые региональные программы, направленные на защиту окружающего мира, могли бы стать примером для других территорий. У нас министр Артем Георгиевич Сидоров, он выступал и на парламентских слушаниях. Понравилась наша программа по экологии, нашу работу очень достойно, высоко оценили. И депутаты, и ученые, и правительственные структуры Российской Федерации. Фатих Сибагатуллин один из тех, кто причастен к созданию в Татарстане уникального в России лесного селекционного семеноводческого центра. В перспективе он обеспечит посадочным материалом с улучшенными свойствами многие территории России. Специалисты уверены, что это сможет значительно улучшить лесной генофонд регионов. Важно сохранить и имеющиеся леса. Для этого нужны специальные лесные дороги. Миллионные ассигнования из федеральной казны в республик пришли также благодаря Фатиху Сибагатуллину. По лесу строить дороги, чтобы можно было обслуживать лес. И вырубать, вывозить, и сажать, обновлять, и защищать от пожаров. Бездорожье туда ведь не залезет никак. Десятки километров от ремонтированных республиканских дорог улучшили работу транспорта. Этим уже более года занимается Радик Ильясов. Член Думского комитета по транспорту уверен, участие Татарстана в федеральных целевых программах зависит от того, насколько грамотно можно преподнести проблему и аккуратно оформить документы. Очень много сделано. Конечно, это благодаря тому, что Руслан Нургалевич имеет очень такое, скажем так, к нему отношение доброе. Это тоже имеет, в общем-то, значение в отношениях между федеральным и субъектами, с руководством. И само министерство сегодня очень активно работает в данном случае министерством транспорта Российской Федерации. В ключевых комитетах Госдумы работают 13 парламентариев Единой России, избранные от Татарстана. Они решают принципиально важные вопросы. Один из них – финансирование предстоящей универсиады. Первый зампредседатель комитета по вопросам физкультуры, спорта и молодежной политики Марат Бореев держит на контроле каждую деталь. В Госдуме есть три межфракционные группы официальных, утвержденных Госдумой. Вот одна из этих межфракционных групп, она называется универсиада. И, конечно, там участвуют, во-первых, все фракции, и в конце концов мы всегда приходим к консенсусу. И сейчас никогда не помним, чтобы эти решения не выполнялись или какая-то фракция была против. То есть интерес к универсиаде и поддержка универсиады со стороны всех политических сил Госдумы обеспечены и гарантированы. Субтитры создавал DimaTorzok